всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life и my love сейчас расскажет как у нее прошел учебный день и сегодня к такому нас конечно как говорят судьба не готовила наш физрук решил отдать наш класс другому какому-то чуваку но у нас успокоен не волнуйтесь он тоже футбольный тренер я думаю ну прямо нам полегчало когда мы узнали эту информацию но не то чтобы я привязана к нашему физруку просто я его я его уже знаю я как бы не что не легче ну понятно что живешь человеком проучилась ты полгода я знаю что он во во многих вещах он рояльный там раньше отпускает не напрягает это тоже как бы очень карту даю карту выдает ну в общем этого презентовал нам всячески как точно такого же он не волнуйтесь я передам ему все мои материалы мы тут же стали по-быстрому узнавать просто на носу получается ну не на носу а два экзамена будет в этом классе мы сразу все присели и давай уточнять а как по-новому экзамены будут точно то просто наш заверил что как вы не волнуйтесь мы все экзамен хорошо сдадите потому что за день до экзамена ну допустим этому в среду пишем в понедельник мы его горит в красе сделаем все вместе а потом в среду вы каждый сделаете по одному его мы давай сразу точнее это кучу типа с экзаменом он ведь не волнуйтесь типа говорит я ему расскажу как с вами работать все будет нормально как экзамен принимать в общем он сделал пас ногой так как футболисты гейте правильный класс тот свадьбу крас ну и все и но по итогу он просто сегодня наш еще доводил как бы класс он проводил лекцию этот сидел и в конце он просто спросил типа если у кого-то еще какие-то вопросы пока типа этот вправо не вступил так а почему а ему ему дали другой класс в общем там какая-то перестановка с классами произошла вашего вас набрался по человеку вы не еще все равно не набрался как бы но он говорит главное что у нас зарегистрировано 10 человек типа ну как я понимаю наверно будет отмечать что они ходят или что я не знаю но он сказал так типа а ну опять же сахара сегодня пришла надежда нашего коллектива типа сбивать этот не будут куда они уже точно он не будет все нормально все будет ну и потом я опять была немножко в шоке того когда я пришел на 2 на 2 урок ну вот я беру чарльдово минут но две как бы я груб до две группы сказать 103 и 104 вот в понедельник я была на 104 а сегодня я пришла на 103 это опять очень много людей и по итогу даже тех кто зачислился в класс как это так происходит зачисление нас в общем до конца класса два человека на полу сидела потому что не хватило стульев и столов вот как люди хотят учиться да в общем крас сегодня представлял для меня как какой-то вот ну да уже даже учитывая то что я училась в колледже но сегодня для меня все равно был какой-то как цирк поначалу вообще появилось 6 человек перед нами начали друг друга там представлять кто это это типа там будет помогать если вам надо вы не знаете как написать там что-то если шесть человек преподавателей нет это вот на помощь подавателям презентовал нас нам всех кто нам может помочь в достижении нашей цели значит вот это вот допустим там тетечка она занимается тем что она помогает найти ресурсы когда ты пишешь ну типа как research paper этот реферат это помогает ручь и вы не знаете как писать это помогает если вам надо почитать это посчитать и в этом году эль камина сотрудничает сторон садовского и кто чувствует что не тянет здесь вот этот сто третий класс можно ходить на дополнительные классы по пятницам в торрент садовску была оттуда тетенька которая все время весь класс она скакала она прям притомила блин своей активностью да она все записывала что наш профессор говорил на доске вот ну короткие записки чтоб все было понятно и в общем если ты вот просидел лекцию и понял что чё-то я сегодня на лекции не понял то можешь пятницу чесать водам скул и и с этой же тетечкой разбирать это все это все бесплатно в этом году вот пробный такой вот у них проект что типа как дополнительное занятие опять же ты не должен каждое занятие посещать ну грубо говоря прошла именно эта лекция именно сегодня я типа ничего не поняла я в пятницу сходила говоря это бесплатный репетит репетит ну вот что по профессор но она очень интересная она очень веселая она наверное немножко более такая вот в каких-то вопросах принципиальная значит прогуливать совсем нельзя если два раза опоздал или от просировки раньше это приравниваться к одному пропуску если телефон заметила на первый раз она говорит прекратить на второй раз выгоняет из класса что за собой плетет что ты как будто бы уже если два раза так повторится по прогулял ну такая она будет немножко как она веселая она в итоге взяла упаковку чипсов когда надеюсь он оставит двойки вот это она себя и рассказала что она замужем что дети ну но всегда все рассказывают чуть ли там не кто у кого замужем и какой раз вот и потом она такая говорит что а кто говорит типа запомнил как меня зовут все таки кто то заднего ряда у нас такой уступали нюх да почитал в бумажки говорит она к этому пачку чипсов типа заработку покормила его чипсами потом у него начал у нас началась такое типа как активность нужно было в течение определенного времени она засекла ходить по красу вот просто вдоль потом она говорит стоп в общем с кем остановился тот твой партнер на весь день я остановилась возле какой-то девочки ну именно девочки потому она кстати живет недалеко от нас она училась в тормс вольст хай скулл и это ее первый год волька мина и только она учиться начала в общем учиться она на педиатра но берет еще вот эти краски но ее большая цель как бы педиатр берет эти краски в общем нужно было узнать ее имя задание и найти три вещи которые у нас как бы ну вот слушать что мы там любим вместе там одинаковое что-то но общались общались потом началось групповое типа представление но первая пара волонтеров поднимаешь руку говоришь что типа вот это эрика я марина и у нас общего мы обе любим там микки мауса мы обе любим собак и обе любим суши там все похлопали раз но что делал один парень в тот момент когда она сказала ходить по классу да но место действительно мало людей очень он начал по стульям ходить я думаю нехороший ты чё ты сейчас пойдешь на тот стул где я буду сидеть через пять минут но как бы его никто не останавливал ходим по и все равно выступила одна женщина она взрослая я сразу по ней поняла что она взрослая она кратко рассказала свою историю что ну вот люди делятся такими вещами да вот для меня это непонятно до сих пор остается непонятно она рассказала что у нее четверо детей двое пасынков она воспитывает ее собственных четверо детей плюс двое пасынков плюс у нее был первенец который умер весь класс и по сочувствовал там обсоса говорите почему умер что ну вот для меня непонятно зачем ты нам это все рассказываешь вот зачем люди этим делятся расскажи как какая-то девочка рассказывал что любит бухать про это никто не смотрел это нет я не рассказывал про это потому что это было на первых моих раз в общем когда рассказывали о своих каких-то привычках о себе ну она рассказала о том что она вообще любит крепкие напитки что она и мизро употребляют что шляп на пятницу она напевает зачем понятно там эта информация что вы попутал колесом я снова дневных алкоголиков но у меня тогда вообще шок был потому что это был вообще мой практически второй день бальками на это будет ну получается полтора года назад у меня челюсть отвисла думаю боже блин чтобы мне такого рассказать чтобы заинтересовать общество ну в общем следующее чем мы занимались что-то у нас еще какая-то групповая буха активность я забыл старость не в радость потом она нас опять рассадила всех дорожила нам что будем учиться тяжело и много но весело в это время а она начала спрашивать что пускай вот каждый приведет причину по которой он может не сдать этот класс кто-то встал сказал что деньги кто-то сказал что работа я типа все время буду гарантировать на грани либо работа либо учеба кто-то там семья ну в общем я долго стеснялась пишу она сказал насчет робот подожди потом встал и говорю вот вы понимаете курья только что закончила не сын класс и игорь и сейчас говорю прибывая два часа в вашем классе кремни уже пора идти к доктору потому что говорю давление у меня большое голова вот такая я боюсь просто что у меня не хватит салонного запаса мне страшно она сказала что это нормально мы записали это на доску потому что в следующий этап это мы разбирали как справиться с тем что будет тебе мешать она разрешила тебе телефон по итогу мы короче разговаривали обговорили все как балансировать там тра-та-та дошли до моей проблемы но проблем на самом деле у людей очень много начиная от группах мальчик какой-то кстати мальчиков больше чем на тех просто мальчик сказал что у него есть домашнее животное мог бы тоже вот эта проблема посещать классом это записали у человека проблем перед этим мы обсудили что нельзя никому не знаю нельзя никого она нам объясняла что каждый здесь со своей истории каждый здесь со своим background и типа если человек говорит значит его нужно высушить нельзя там грубо говоря объясню что был бы грант со своим прошлом каким-то багажом да да и типа вот есть проблема мы как бы либо помогаем решить поддерживаем друг друга потом про хейтеров поговорили что она говорит типа ну многим же кто-то говорил ха-ха-ха у тебя там не получится там или еще что-то по жизни бывают же такие люди это внесли в проблему ну мне она сказала что она верит меня что если я уже выдержала здесь два часа то значит все будет нормально вот за это время пока мы обсуждали мою проблему это суперактивная женщина из торонца донскую она нарисовала на доске картинку блин я очень жалею что я ее не сфоткала да ну потому что она настолько застрашала не трогать телефон что я уж боялась думать про телефон она нарисовала дьявола ну такого по-простому типа кружочек крошки там хвостик и ангела да и написал дьяволу она приписала что ты можешь типа бросить этот класс прямо сейчас а ангелу она приписала что я верю в тебя типа у тебя все получится и внизу написала что типа наш профессор самый лучший самый типа это сама самопонимающий и поддержит тебя в любой ситуации и написала шесть имен вокруг но шесть имен я поняла в энди это та женщина которая помогает с материалом короче вот эти все помощники что все вокруг тебе и она мне показала вот это что бить запомните по что в тебе всегда будет бороться и потом красным маркером перечеркнула дьявола что не надо типа сообразняться набросить класс него потом болтали еще на тему по телефону она разрешила да по итогу она сегодня мы все получили десять поинтов за то что мы написали в конце несколько предложений о том что мы чувствуем вот по окончанию краса ей нужен был фидбэк какой то же как она себя пробирает красно а все пойнты для тех кто не знает они собираются собираются и в конечном итоге влияют на ту оценку которую ты получаешь и бились и да потому что вот максимально грубо говоря в этом классе ногой нужно получить 450 вот 10 уже у меня а поинты собираются со всего пришел не пришел написал сдал потому что если ты не вовремя сдал ты можешь стать она сказала но уже от этого чуть-чуть кусочек отщипнется по итогу да я там написал и фидбэк туда-сюда я когда его подавал и у меня есть немного вопросов во первых вопрос по нашей работе который мне сдавать надо будет через несколько недель для меня важно еще знать помимо фамилии горе этого человека и вот как пишется правильно его первое потому что мне нужно будет подготовить небольшой докладе к одном скажем из цену теоретиков воспитания детей мне дали фамилию игры ну мне бы говорю легче бы она гайда да конечно она мне сказала его фамилию имя и потом я говорю знаете синтега у меня еще говорю есть один вопрос я говорю могу ли я говорю пользоваться телефоном это не для эмердженции звонков потому что она даже сказал что если вы сегодня ожидаете какой-то очень важный звонок то в начале краса предупредите что я сегодня с телефоном на парте потому что я говорю могу ли я говорю доставать иногда телефоны и проверять говорю слова потому что вот говорю сегодня вот пример когда она написала грубо говоря английское слово которое потом расшифровать ну она она написала одно слово я все я сижу в затупе я его не понимаю и потом я попросила этого ассистента говорю извините ну вот эту очень активную женщину что это слово значит говорю объясните мне по-простому я говорю студент эссер она говорит но это как барьер как препятствие слово барьер и препятствие я знаю но это слово конкретно вот для меня вот ну вот ни о чем и она сказала такая я вообще против того чтобы типа там фейсбук проверяли почту это много и я понимаю тебя да и ты это нормально если ты будешь пользоваться я тебе разрешаю вся типа есть мое разрешение на то чтобы использовать телефон она ведь но не типа не на экзамене я говорю ну если мне на экзамене нужно будет чек какой-то срок который я не знаю могу ли она гид я тебе верю как бы ушла я в гораздо лучшем настроении чем у меня тебе звонила сразу потому что ну как сказать она очень эмоциональная и и очень много в классе но еще ты волнуешься сейчас пару уроков пройдет все притрется я думаю все станет на своем месте я говорю ну даже не знаю что у меня сегодня больше обескораживаться не на физку капли или вот происходящее все это а что наша феминистка что феминистка вообще ребята никогда не учитесь в одном красе со своими друзьями потому что это триндец потому что я учусь со своей можно сказать лучшей подружкой и моя лучшая подружка сегодня закрывала мой мозг по итогу я и сказала грязь знаешь ты учишься я учусь то давай блин учиться как бы ну каждое свое она боится брать этот класс честно говоря тоже немного волнуюсь потому что это сложная тема все таки это очень много своих мыслей каких-то нужно выражать на ту тему на которую ты каждый день ни с кем не общаешься как бы ни с кем я не обсуждаю тут блин мои взгляды на феминизм на равенство поров и на всякое такое вот и она пол краса мне сидит дай планшет я посмотрю может я выберу другой крас на тебе планшет через пять минут а как ты думаешь может мне его утипа бросить этот вопрос я гриблин делай что хочешь нужно по итогу ну реально говорю делай как хочешь ну вот ну сегодня мы обсуждали вообще твои чувства когда ты слышишь слова феминизм каждый поднимал руку ну каждый просто отвечал свое мнение я сказала что феминизм для меня равен это равенство между мужчиной и женщиной и это равенство и это женские права права женщин кто-то говорил что это агрессивность почему агрессивность я не знаю может потому что как-то феминизм ну для меня это когда я слушаю феминизм я значит представляю себе такую деловую женщину женщину мужчин которая сама по себе сама за себя сама всегда одна сама все сделает все проблемы решили работа в нашем классе было то что мы обсудили без статьи которые мы читали при том как мы их обсудили она не спрашивала а ты читал она просто она опять же этим статьи были открыты во время класса и мы обсуждали как это как пришло к тому что появились уже как женщины пришли в образование почему это важно ну как бы вот такое а сама она как она проявляет все признаки феминистки я бы сказала она знаете какая но это слово такое плохое конечно я его скажу на как она как неформальный такой подросток но хотя я уже вот сегодня мы общались близко я видела ее лицо в этом слое нет ну неплохое я хотел сказать оторвано очень красиво заменим на неформального подростка я не знаю как это описать ну по годам я сегодня уже к ней присмотрелась скажем да я вижу что это достаточно взрослая женщина ну она ведет себя как-то так ну в общем того кто бы пришел и сказал что и твое женщина место на кухне да я думаю она бы порвала просто руками блин ей даже ничего больше и не надо как бы впечатления они у меня хорошие она для меня интересна честно скажу да я не знаю стоит это говорить я вообще я вообще хотелось бы мне конечно встать и и сказать тем девочкам которые одна девочка с ярко розовыми волосами сегодня прям со слюной блин доказывала что там типа она может занимать любую позицию какой она хочет потому что вообще что это за фигня что мужчины там что-то имеют мне хотелось стать и сказать девочка твое место на кухне честно сказать я вообще считаю что женщина создана для того чтобы рожать следить за домом получать образование если она хочет но в приоритете семья и как бы все вот эти вот взгляды для меня женщина не должна быть заклёванная но она должна но при этом она и не должна как бы менять колесо при этом управлять там вертолетом я не знаю что там она еще не должна то делать блин копать наравне с мужчиной а вот это бедная с волосами род такие розовые волосы прям ну цвет очень хорош но она она со слюной прям доказывает что там типа да вот она имеет право там блин на все но имеет и право на успокойся как когда они начинают говорить про то что мужчины не начали рожать когда она начинает говорить про то что вообще типа жизнь не удалось если ты там блин сидишь дома рожаешь детей ну блин как бы мне это все непонятно но этот класс мне нужен для диплома поэтому мы пойдем мы будем различать не различать а как-то разделять их не эти самые взгляд хотя она говорит что я хочу слышать любое мнение но я как бы наверное еще мое мнение правильно да но ее мнение судя по всему более правильно поэтому к нему немножко присоединились вот на этой радостной ноте наверное и закончим сегодняшний калешский влог всем кому было интересно ставьте лайк кому не понравилось ставьте два лайка подожди я скажу спрашивали же по поводу учебников это спрашивали по поводу учебников а дал а я хотела сказать если не учебник купила 142 это на 104 на 103 который сегодня на 104 120 это по чару два окна это по моим вот этим спешим предметом то есть как бы учебники не очень дешевые ну да их можно опять же вот этот учебник который я сегодня купила его можно было взять в рент я не знаю как там мне комфортнее наверное когда я знаю что даже потом его сдать до лучшего потом в конце в любое время в принципе есть возможность сдать и полный ждать а продать их обратно магазин магазин за очень небольшие деньги но мне комфортнее когда моя книга мама ли вот как у нас была ситуация с антошиной домашки когда ее по макару сковородку с котлетами ну вот что там аромат кассе ну вот задавайте вопросы подписка на канал открыто поэтому спешите подписаться ставьте лайк ставьте колокольчик чтобы не пропустить новую серию вы были на канале не лайфмай лайф всем хорошего настроения и до встречи бай-бай пока